Патриотизм, отвага и самопожертвование – эти качества есть в характере нашего народа. Русский солдат всегда готов протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается, и отстоять интересы Отечества. Среди воинов, проявивших мужество в ходе различных боевых действий, были и славянцы, и о них не забывают в нашем городе. Для того, чтобы почтить память всех воевавших и павших в бою, к парку 40-летия Победы пришли родственники погибших воинов, ветераны боевых действий, учащиеся студенты, казаки, представители местных властей и общественности. Здесь и состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти о славянцах, участниках локальных войн, вооруженных конфликтах и специальных военных операций. Сегодня мы вместе вспоминаем славянцев, кто, не щадя себя, боролся за независимость нашей Родины. Отстаивал право жителей нашей большой страны самостоятельно определять свою судьбу. Порой защищать отчизну им приходилось вдали от дома, без поддержки родной земли, которая, как мы знаем, дает особую силу каждому нашему воину. О чем просят святого Георгия Победоносца? Одолеть врага, даровать победу в сражениях за правое дело. Все наши земляки, кто сложил голову ради спасения ближних, ради мира, процветания, благополучия на родной земле, и кто с высоко поднятой головой вернулся домой, не отступив верной присяге и долгу, стали примером для нашей молодежи. На них равняются, на них хотят походить. Для юных славянцев любовь к отчизне, родной земле и к своему народу, становится надежной и прочной основой в жизни. Глава Славянского района сказал, что эта летопись славы никогда не будет прервана. Готовность в трудную минуту взять ответственность на себя роднит самых разных людей. Роман Синеговский подчеркнул, что мы будем жить и помнить всех павших смертью храбрых, и вместе с теми, кто вернулся, будем воспитывать молодежь на примерах мужества и силы духа. Большого уважения достойны выполнившие воинский долг перед Родиной. Сегодня мы здесь собрались, чтобы вспомнить наших родных, наших близких, наших дедов, наших прадедов. Тех ребят, которые героически сражались и сложили головы на поле брани. Память наша очень длинна. И пока мы живы, мы помним наших ребят, сложивших головы, погибных, которые погибли. Пока мы их помним, они с нами. Они с нами. И будут с нами вечно. В памяти славянцев все, кто не пожалел своей жизни, сражаясь за интересы Отечества в Афганистане, Чечне, в ходе специальной военной операции. Безусловно, с болью в сердце вспоминаем тех ребят, которые и погибли в свое время за пределами нашей отчизны в Афганистане. Погибли те, которые в период наведения конституционного порядка на Северном Кавказе. И вот теперь, спустя столько много лет, казалось бы, настало мирное время, однако наши молодые ребята выполняют свою задачу в ходе специальной военной операции. Конечно, каждого из них мы знаем, помним. После минуты молчания все участники мероприятия возложили цветы к символу памяти павших – вечному огню. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События».